Цитата из сериала «Доктор Хаус», что «Everybody lies» — это всего лишь цитата. А правда заключается в том, что действительно московским фанатам попасть на концерт любимого артиста было не так-то просто. Кстати, именно из-за этого ажиотажа организаторам удалось договориться с Хью Лори, чтобы тот провел не один, а целых два концерта. Но тем фанатам, которым все-таки не удалось приобрести билеты из-за того, что либо просто им не досталось, либо они были слишком дороги, потому что самые дешевые были разобраны в первые дни. Вот большинство фанатов собрались у служебного входа, где они надеются все-таки то, что артист выйдет и даст им автограф. Ну, например, сейчас мы подойдем к поклонникам. Я так понимаю, вы поклонники Хью Лори, правильно? Да, но так. Все-таки, что вас сюда сегодня привело? Хью Лори — артист, певец или доктор Хаус? Только не доктор Хаус. Так, это очень интересно, почему? Потому что он Хью Лори. И все-таки нескольким фанатам сегодня крупно повезло. Но это те фанаты, которые пришли сюда сегодня совсем заранее. Хью Лори вышел вот из этой самой двери, чтобы развеяться во время саундчека. Автографов он своим поклонникам не оставил, но зато эмоции подарил. Он курил. Я там побежала. Я одна побежала, я не поленилась. Я побежала, я увидела его, он так испугался. Ну, не испугался. Я вообще даже не знаю. Он красавчик. На концерте ни слова о волчанке, КТ и МРТ. Только музыка блюзом Хью Лори увлекается давно. Он прекрасный музыкант, играет на многих инструментах. На рояле так вообще шести лет. А еще гитаре, ударных и даже губной гармошке. Песни, которые сегодня исполняет Лори, это известные блюзовые композиции некоторым уже по сто лет. Как признается артист, для него музыка это способ оставаться самим собой, в отличие от ролей, которые все-таки приходится играть. У артиста довольно строгий райдер. Никаких интервью для журналистов. Еще организаторы предлагали Лори не перевозить на самолете тяжелые инструменты и воспользоваться теми, что есть в Москве. Но получили отказ. Когда я увидел эти инструменты, я не пожалел, потому что это уникальные инструменты. Это рояль, которую я не смог найти не то, что в Москве, в Европе такого рояля нет. Ямаха. Я обратился к представительству Ямаха в Москве. Это уникальные гитары, это очень интересные барабаны с 40-го года и так далее, и так далее. То есть здесь будет очень винтажная аппаратура. Завтра у поклонников Хью Лори будет еще одна возможность увидеть своего кумира с билетами или вот так, стоя возле служебного входа. А вдруг повезет. Анна Оберкова, Денис Безлаковский, Дмитрий Кураков, Алексей Кокарев, Москва, 24. Ну а я добавлю, что билеты на завтрашний концерт можно достать только у перекупщиков. Цена доходит до 24 тысяч рублей за билет. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю мы рассказываем о жизни большого города. Делайте это вместе с нами. Отправляйте новости по СМС на номер 2477. Обещаем актуальные и важные темы. Без внимания не оставлять. На номер 2477 можно прислать информацию о движении в городе. Напомню, СМС платный. Все подробности, как всегда, на нашем сайте m24.ru